Которая сжигает просто цисты паразитов, которые мы съедаем постоянно. Невозможно от них очистить. Надо постараться с такими паразитами познакомиться. Дети, выросшие в стерильных условиях, они имеют более низкий иммунитет. Сейчас очень много по поводу паразитов. Я наблюдаю, за современными тенденциями смотрю, вижу. Вижу, что сейчас просто проходит какое-нибудь обучение у врачей. И все, и все начинают призывать травить паразитов очень активно. Еще какой-то выброс информации произошел. На Западе, например, перевели какую-то статью. И опять все кидаются с этими паразитами и борются. Но это бесполезно. Один, может быть, из 20-30 человек, кто действительно нуждается в том, чтобы поработать конкретно с паразитами. Есть конкретные анализы, которые показывают, не просто анализ кала на яйцеглист. Есть анализы иммунологические, есть анализы, которые показывают, есть ли такая проблема у человека и надо ли это делать. Ну и помимо этого специалист, конечно, видит клинические проявления, то есть симптомы, есть паразит или нет. И бывает так, что да, это необходимо. Но повально травить паразитов, не понимая что и как, не видя симптомы, это, конечно, не нужно. И самое главное, что если потом без специалиста вы не понимаете, как дальше отладить работу ЖКТ, чтобы эти паразиты опять через 2 недели не заняли те же самые места, те же там же, то тогда это получается просто бесполезная нагрузка токсичная на организм и всё, и никакого дальше развития нету в ситуации. На что нужно обращать внимание? Есть клинические проявления некоторые, но помимо анализов чётких, конкретных. Тяжесть после еды, если остаётся, если сильная тяга к сладкому, которая не снимается теми методами, про которые я буду ниже говорить, то есть это может быть и лептинорезистентность, например, у человека, но если человек делает определённые правила соблюдают, принимают определённые препараты, лептин снижается, то и уходит тяга к сладкому. А если она у него стабильно сохраняется, это уже тоже повод подумать. Или постоянный голод, то есть у детей такое бывает, поели и опять хотят есть, и опять хотят есть. То есть вот постоянное такое, как яма желудка, как говорится. Можно это повод, чтобы посмотреть анализы. В этом случае что важно? После того, как выполнили очищение от паразитов, очень важно выстроить теперь барьеры наши, желудок и работу желчного, их выстроить таким образом, чтобы кислотность в желудке была очень низкой, то есть была концентрированная соляная кислота, которая сжигает просто, не только хорошо белок расщепляет, но и сжигает паразитов, бактерии болезнетворные, которые попадают в пупальном смысле, сжигает огонь пищеварения, почему говорится, или дошепита. Это должно быть сконцентрировано именно в соляной кислоте, вот эта способность сжигать. И дальше, следующий, это первый барьер и следующий барьер, это очень щелочная наоборот среда, то есть два крайних состояния в виде нашей желчи. И поэтому между этими крайними состояниями должно, кроме того, хорошо закрываться сфинктер между желчным, привратник нижнего отдела желудка, и желудком, чтобы эти жидкости никогда не смешивались. В желудке очень кислая среда, нормальная пасть желудка, это где-то единица, а в желчном, очень щелочная среда желчи. И вот когда проходят через огонь, воду и медные трубы, вот эти цисты паразитов, которые мы съедаем постоянно, ежедневно, ежеминутно, наверное, невозможно от них очистить. И они должны, паразиты, надо их не выводить, но если они уже случились, вывести, но надо не допускать им вообще возможность существования. И для этого как раз мы должны иметь идеальный работающий желудок и идеальный работающий желчный. Как только у желудка кислотность повышается, то есть он становится уже менее кислотный, развивается гипооцидность, как только желчный недоопорожняется, желчи мало, или она слишком разбавленная, или наоборот слишком густая, то, конечно, уже проскакивают цисты, яйца паразитов и так далее. И, конечно, у них появляется возможность слиться. Я вам гарантирую, что если вы приведете в порядок желудок желчный, то паразитам просто станет очень некомфортно жить. И в большинстве случаев, за исключением определенных, там уже надо постараться с такими паразитами познакомиться, в большинстве случаев очистится организм от паразитов и не будет никаких повторных заражений при хорошей работе ЖКТ. Поэтому все идет от ЖКТ и противокандидный протокол противогрибковый, и противопаразитарный, и стафилококк золотистый, который я сейчас очень много наблюдаю. И все это решается, вроде бы разные проблемы, все это решается кислотностью желудка и щелочной средой желчной. Плюс еще, конечно, горечи. Если закрыть тему с паразитами, как профилактическую, использование горького вкуса, не то, что паразиты боятся горького вкуса, но горький вкус стимулирует желчное отделение. И, соответственно, когда хорошая порция выбрасывается в 12-перстную кишку, то это до нуля сводит риски, что паразиты выживут, потому что они бывают, выживают в кислотной среде, как ни странно, но боятся чаще всего именно щелочной среды. Почему зелень, например, и овощи, можно, как говорят, замачивать в яблочном уксусе, добавляя яблочный уксус в воду, соль, добавляя в воду, гипертонический раствор делая, или соду. Так вот, лучше всего замачивать овощи, фрукты, зелень именно в содовом растворе, потому что паразиты, вот именно их цисты, да, все, они хуже всего себя чувствуют в щелочном растворе. Поэтому можно добавить столовую ложку, к примеру, соды, на литр, сделать такой хороший содовый раствор, и вот там замочить на полчаса зелень. И это поможет, особенно детей, у которых желчный еще не активен, допустим, тогда, в раннем возрасте, это поможет обработать зелень, уже дополнительно такую вот желчную обработку провести. Что значит горькое? Горечи, например, настой корня одуванчика, или аир, например, это горечь, или горькое связывающим, например, это кора дуба. То есть, многие травы, они горькие по вкусу, и это горечь. То есть, это не острое, от чего горит рот, да, как чили-перец. Все-таки мы говорим именно о горечи, то есть, классический горький вкус, ну, это даже самые там, ну, отварь корня одуванчика, вот классический горький вкус. То есть, вот еще раз по поводу паразита, да, мы этот момент коснулись, да, что при кислотности желудка нормальной, то есть, это от 0,8 до 1,5 pH, вот вырабатывается в сутки около 2-2,5 литров соляной кислоты, вот такой кислотности, очень низкой. И, соответственно, это, конечно, решает все вопросы и с перевариванием пищи, и с профилактикой паразитов. Вот. И излишняя, конечно, гигиена здесь нам просто не поможет. Дети, выросшие в стерильных условиях, они имеют более низкий иммунитет, чем те, которые, естественно, контактировали с бактериями почвы, например. Иммунитет формируется, но за счет хорошей кислотности желудка и хорошей активности желчного не идет никаких патогенных процессов, то есть, не растраста популяции. Субтитры создавал DimaTorzok